Итак, всем привет! Рыболовный сезон открытой воды подходит к своему завершению. Сейчас такая погода. У нас в Беларуси, к сожалению, и льда нету, таких сильных заморозков нет особо. И в принципе погода не позволяет комфортно ловить щуку по открытой воде. И пока сейчас такое непонятное время для рыбалки. Я закупился некоторым количеством приманок. И сейчас я вам их покажу. Начал я немного укрупняться по приманкам. Как вы, может быть, видели в моих предыдущих роликах. Начал я укрупняться с воблеров. А сейчас покажу что-то новое, что я купил помимо воблеров. Итак, первое, что я хотел вам показать, это вертушка от Pantone 21. Называется Model Trade. Четвертый номер. Вес ее 27,2 грамма. Длина лепестка 6 сантиметров. Сейчас я вам поближе покажу ее. Итак, вот такая вертушка от Pantone 21. Достаточно большого размера. Как я уже говорил, лепесток у нее 6 сантиметров. Вот. Цвет я взял такой же, как у меня работает в таком цвете Lucky John. Четвертый номер. Довольно хорошо. Поэтому и с выбором цвета на этой вертушке, ну, как бы, выбор у меня был очевиден. Такая золотистая сама, золотистый самой лепесток и белые такие полосы вкрапления. Вот. Вертушки Pantone 21 довольно неплохо делают. По крайней мере, младшие модели у меня неплохо работают по окуню и по мелкой щуке. Ну, посмотрим, как это большая. В принципе, это я взял на крупную рыбу, такую вертушку. Поэтому, думаю, она себя покажет. Итак, следующая приманка, про которую я хотел вам рассказать, это приманка от фирмы Kuasama. Колебалка. Называется Профессор. Взял я ее в 115-м размере, вес 27 грамм. К сожалению, я искал больший размер, хотел еще большую колебалку купить, но нашел только самую большую у нас в Беларуси, ну, вот эту. По крайней мере, в интернет-магазинах я искал. Может быть, в обычных магазинах, так скажем, стационарных, она будет и больших размеров продаваться. Вот. Довольно неплохо у меня ловит 90-й размер и 70-й размер, поэтому решил взять вот такой побольше, укрупниться, так скажем. С этой стороны, как видите, такой красивый синий цвет с красными оттенками вот на хвосту, вот эта вот бусинка. Ну, а с этой стороны такой медный цвет. На этой уже колебалке два крючка находятся. На младших моделях у меня по одному крючку. Третья приманка, про которую я хотел рассказать, это силикон от фирмы Спро. Называется Pop-Eye. Я на силикон не очень часто ловлю, так скажем, скорее вообще не ловлю. Вот. А здесь решил взять такие силиконовые приманки побольше, чтобы, так скажем, на медленной проводке проводить. Хочется посмотреть, что из этого выйдет, потому что вот я сколько ни пытался на силикон ловить, да, обычными там джиговыми проводками, но мне почему-то не заходило. Возможно, только потому, что у меня нет специальных снастей под это все дело, а я пытался там на свою револту, допустим, да, либо на другой спиннинг ловить джигом, поэтому я особого там кайфа не испытывал. Вот. И несколько раз я пытался это делать. Покупал резину, покупал джиг головки, пару раз там бросал, потом все раздавал либо друзьям, либо продавал. Вот. Сейчас купил вот такие силиконку такую побольше от Спро. 14 сантиметров ее длина, вес, по-моему, 17 грамм ее. Оснащается она либо большими джиг головками, либо оффсетником, либо, если у меня вот такие, купил от Лаки Джона, вот такие вот стингера. Для таких приманок с одним крючком. Сейчас я вам покажу, как это будет все выглядеть примерно. Вот эта часть стингера вкручивается в переднюю часть. Резины. Дальше просто крючок вешается за... Ну, ближе к хвосту. Сейчас я вам покажу, как это все будет выглядеть, чтобы вам было понятнее. Вот так все выглядит в сборе. Достаточно все просто и надежно. При поклевке рыбы вот эта вся часть вылетает из приманки, остается в зубах у щуки, а резиновая часть, так скажем, не портится. Ну, не рвется, ничего такого с ней не происходит. На следующий день после покупки этой резины я посмотрел пару видео и решил прикупить себе резину побольше. Мой выбор пал на довольно известную фирму. Модель называется МакКрабер, младшая версия. 17 сантиметров длина, 47 грамм веса ее. Ну, причем здесь вес указан плюс-минус 47 грамм. То есть он может быть легче, может быть тяжелее. Давайте посмотрим вживую, как эти приманки выглядят. Довольно известные приманки в той среде людей, которые на такие приманки ловят. Достаточно ярко выглядят, достаточно качественно сделаны. Вот вам пример, как он выглядит на руке. К сожалению, у нас в Беларуси не очень много тоже магазинов, где такие вещи продаются. А если и продаются, то, ну, не очень там цветов много выбора. Вот. Ну, вот этот цвет мне сразу понравился, поэтому я его и сразу же и взял. В чем отличие, например, от приманок других, которые я большие смотрел? Во-первых, здесь глаза. Как вы видите, они здесь не вклеенные, ну, да, пластиковые, да, а прорисованные. Плюс здесь еще есть такой вот желоб. Не знаю для чего он. Может быть для оффсетного крючка, если такие оффсетники большие бывают. Либо же, может быть, как-то на аэродинамику как-то влияет, черт его знает. Достаточно яркая и крупная приманка. Оснащается она такими же стингерами, как и первая приманка, что я вам показывал. Единственное, что сюда лучше уже, чтобы стингер был с двумя тройниками. Сейчас я вам покажу. Тоже купил такой вот стингер от Lucky John, только уже с двумя крючками, так скажем. Кстати, такие стингера не обязательно покупать готовыми. Можно их сделать самим. Я посмотрел в интернете, как это делается. В принципе, ничего сложного в этом нет. Делаю ее из ортодонтической проволоки 0,7 диаметра. В принципе, такую же конструкцию, как и у покупного стингера, так скажем. Я сделал крючки, я купил вот эта единица, вот эта 1,0. Вот такая вот штучка у меня получилась. Если будет интересно, я, может быть, в каких-то из следующих видео покажу, как я это все сделал. Но сложного, скажем так, вообще ничего нет. Я в первый раз их делал, и посмотрите, как довольно неплохо все получилось. А дальше мне показалось, что Макрабер мелковат. И купил я от Strike Pro резину, которая называется Peak. Peak Shot. Пикшат, тоже младшая моделька, 20 сантиметров длина ее, 50 грамм веса. Тоже достаточно мало у нас сейчас в Беларуси продается этих приманок, именно оригинальных. Вот, поэтому цвета не слишком так, скажем, балуют. На основу вот нашел такой вот цвет, более под окуня похож. Ну, в принципе, мне понравился, поэтому я его купил. Peak Shot, это, наверное, классика для тех, кто ловит на крупные приманки. Хочу сказать, что вот они есть и, по-моему, 23 сантиметра, и 25 сантиметров, там до 80-100 грамм примерно, но я уже точно не помню. Вот. Но я решил начать пока вот с младшеньких таких вот моделей, да, попробовать. Ну, вообще, зайдет мне такой способ ловли, либо нет. Оснащается он тоже стингерами, такими же, как и все остальные приманки. Вот у меня стингер. Такой вот есть, тоже с двумя крючками. Единственное, кстати, вот забыл про те приманки сказать, что, ну, и это то же самое. Они ловятся в заброс и на равномерной проводке, там, на медленной, да, без всяких там пауз и всего остального. ловятся они, либо вот без отгрузки, вот как сейчас, да, только стингер одеть, либо их подгружают, чтобы, ну, там, быстрее они определенную глубину набрали, да, через застежку подгружаются, ну, вот такими, либо там похожими какими-то грузами, да. Ну, вот я прикупил, тут 3-5 грамм, 8, вот, вот 10 грамм. Через застежку закрепляется вот этот грузик, ну, и тогда приманка быстрее достигает своей глубины, ну, которую нужно рыболову, да, в конкретном месте. Давайте я тоже сейчас оснащу эту приманку и посмотрим, как это все дело будет выглядеть. Удочки, конечно, для этого дела нужны такие посерьезнее, там от 50 грамм, наверное, ну, те, кто на вообще крупные ловят и пикшады, и всю остальную резину. Но у меня удочки специализированные под это дело пока нет, у меня есть старый, санкрой, там до 35 грамм, ну, как все знают, что санкрой немножко со своими тестами занижает тест, так скажем, поэтому, я думаю, если аккуратно для пробы мне такие приманки побросать, то ничего с ним не станет. Вот. Вкручиваем мы вот эту пружину. Ну, достаточно плотно сидит, вот сколько я видео не смотрел, да, как люди ловят на такие приманки, вот никогда ее, ну, не видел я, чтобы что-то вырывало ее отсюда. Так, вот такой вот у нас пикшадик получился. Ну, и, как я говорил, грузик цепляется сюда через застежку. для таких силиконовых приманок застежки, как и для джерковой ловли. Вот такие вот, так скажем, застежечки, да, так скажем, с предохранителем, они их так называют. Например, если вот эта часть как-то отстегнется, то вот эта вот ушка в принципе еще способна как-то удержать. Вот, видите, цепляется за ушко, ну, и все равно хоть как-то удерживает рыбу. Вот, в общем, смотрите, если нужно отгрузить, одевается на застежку, а застежка уже одевается на сам, на саму приманку, так скажем. Так, вот, одели мы. Вот, ну, вот такая вот конструкция у нас получается. Так, наверное, нужно развернуть. Вот. Видите? В общем, вот такие вот крупные приманки появились у меня. Покупала их с целью что-то попробовать новое, плюс хочется все-таки поймать трофея. Давно мне уже не попадались хорошие щуки там за 5-6 кг, поэтому хочется все-таки поймать что-то, ну, по крайней мере, достойное. Смотрел я видео, что, допустим, Антон Фишерман у нас в Беларуси довольно неплохо ловит на такую крупную резину, ну, причем он еще на больший размер ловит, поэтому постараюсь в этом сезоне наверное уже вряд ли получится половить, потому что погода такая себе, на такие приманки вряд ли я уже половлю, вот, поэтому в следующем сезоне думаю начать поупираться в большую щуку в крупную. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, всем пока!